Президент России Владимир Путин сегодня обратился с посланием к Федеральному собранию страны, в котором дал оценку международной и внутриполитической обстановке, социальной и экономической сферам. Традиционно, помимо сенаторов, в Георгиевском зале Кремля собрались депутаты Госдумы, члены правительства, руководители судов, губернаторы, среди них глава Мариэл Леонид Маркелов. Традиционно в президентском послании Федеральному собранию подводятся итоги уходящего года и ставятся государственные задачи на год предстоящий. О ключевых темах президентского послания в нашем материале. Большую часть послания Путин традиционно посвятил экономике. Основным его тезисом можно считать слова о необходимости поддерживать национальное единство и общими силами работать на благосостояние страны. Сразу после вступительных слов Владимир Путин поблагодарил всех граждан России за то, что в период испытаний страна продемонстрировала единство и солидарность. Здесь можно обратить внимание на использование не вполне юридических терминов – «правда» и «справедливость». Слова Путина лишний раз демонстрируют, что в России формально-бюрократические категории играют значительно меньшую роль, чем категории внутренней подлинности. Воссоединение Крыма с Россией Путин назвал историческим событием. Он особо обратил внимание на то, что Крым – это не только важный регион для русской истории и не только место, где живут наши соотечественники. Президент напомнил, что именно в Крыму был крещен князь Владимир. Именно духовная почва, по его словам, стала основой единства народа. Послание не могло обойтись без темы Украины. Путин, с одной стороны, отметил, что Россия всегда поддерживала суверенитет Украины и поддерживает его до сих пор, и что Россия оказывала и продолжает оказывать Украине значительную финансовую помощь. По поводу примененных против России санкций Путин сказал, что дело вовсе не в Украине. Не случилось бы украинских и крымских событий, был бы придуман другой повод. Истинная причина, по его мнению, состоит в желании США и их союзников сдержать развитие России. Санкции, по словам президента, должны стать стимулом развития экономики и стимулом для того, чтобы лучше работать. Наши успехи должны зависеть от нас, а не от конъюнктуры, сказал президент. Впереди страну ждет непростое время, когда многое будет зависеть от работы каждого. Тот же тезис Путин использовал, говоря о взаимодействии государства и бизнеса. Их целью должно быть общее дело. Еще одним сравнительно новым тезисом стал призыв ко всем гражданам страны быть активнее и в экономической, и в политической жизни. В рамках концепции сотрудничества бизнеса и государства ради общего дела Путин предложил ряд конкретных мер поддержки предпринимателей. В частности, речь шла о четырехлетней моратории на любые поправки в налоговое законодательство и о трехлетней моратории на проверке тех предприятий малого бизнеса, которые хорошо себя зарекомендовали. Одновременно он предложил перестроить отношения бизнеса и государства так, чтобы именно бизнес давал советы, какие барьеры лишние, какая помощь от государства требуется. Закончил президент свое послание тем же, с чего начал. Констатации того факта, что в судьбоносный момент народ России продемонстрировал единство, солидарность и патриотизм. И выражением уверенности в том, что так оно будет и впредь. Серьезный человек, дальновидный, умный. Россия сильная страна. Сегодня смотрел это послание, очень-очень понравилось. Владимир Владимирович самый лучший человек и умный политик, самый умный во всем мире. Дальновидность, ну, это однозначно. Во всем, все люди мира желают такого президента, как наш Владимир Владимирович. Мы очень любим своего президента, и мы его поддерживаем. Я поддерживаю Путина, я считаю, что сейчас его нужно поддерживать. Наоборот, ему нужно помочь. Мне нравится и в целом устраивает его позиция, в том числе, прежде всего, на внешней политической арене, потому что его позиция является обоснованной и соответствует моему внутреннему убеждению. Ну, и мне кажется, что сейчас он, благодаря его позиции, его такой последовательной позиции, наша позиция России в целом укрепляется. Путина 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 Продолжение следует...